Португальцы могли бы продолжать с нами очень выгодно торговать, но они решили воевать, а значит мы будем здесь нападать. Я вас приветствую, друзья, с вами Вирус, наше безумие идет в молоку. Так, а здесь у него стены есть, блин, это... Это неприятно, у него огромное количество арбалетчиков. При таком формате с одной артой будет сложно взять совсем вот голыми руками. Хотя бы якобы вон вышки, давайте легкую осадную башню, да? Там без разницы. Ну тогда давай лестницу. Начнем строить, в принципе три хода и он начнет нести потери. Может быть и продержим так, а может сейчас лестницы построим и потом будем штурмовать. С лестницами уже куда будет веселее. Арбалеты будут втыкать в эти лестницы просто свои болты и в итоге получат болт за воротник. Ну просто мы отберем у них арбалеты и будем использовать против них. Тарс, еще один ход и этот город можно развивать. Еще буквально один ход и этот город будет защищен более чем достаточно. Этот город будет защищен очень быстро. Остальные войска у нас все ходили. Значит я могу сейчас заниматься экономикой и городами непосредственно. Армии все готовы. Аквитания. Торговых соглашений, богатство от производства. Ну... А дальше че там? Богатство от производства. Три тысячи. Ну тут однозначно дом ювелира нужно строить. Он и прибыли больше приносит. Ну от производства только там то, что бонусы, да, если качать. Ничего. Тарифы... Повышаем для всех. Немножко золотишко. Хотя сейчас новая еда. Еда в приоритете, безусловно. Эдинбург. Вот, например. Богатство от производственных постройок. Ну тут придется еду строить. Толедо. Толедо, Толедо, Толедо. Так, ну пусть еще кавалерия послужит нам. А здесь все равно построю еще поля. Еще поля. Ополчение с топорами в Мурсии сносим. Кастилья. Санитария есть. Стадо строим. Все тут занято. Здесь под еду уже отдал все, что можно. В баллоне есть пустой слот, но здесь загрязнения очень высокие. И баньки не хватит. Баньки однозначно не хватит. То есть здесь придется систему водоснабжения развивать. Галич. Сарматия. Вот где еще еда сейчас пригодится. То есть тут и так есть еда и еще еды больше. У нас прокачка под еду. На всю катушку идет. От земледелием. За каждый уровень плодородия. Тут богатство. Ну давай, вот дом заводчика лошадей. В принципе он тут так и был. В перспективе еды они одинаково дают. Там мельницы, плодородия, следи за ним. Что-нибудь попроще сейчас возьмем. Франция. Азия. Вифиния, Балтика, Далмация. У меня две тысячи так-то осталось, конечно. Маловато этого, не хватит. Дает гарнизон. Ох ты, гарнизонные казармы. Дает гарнизон. И кстати здесь очень хороший гарнизон за счет данной постройки. Но и слишком велик шанс того, что мы заболеем в этом городе. Так что придется сносить. Так, где-то там. Анония. А тут Русь. Русь пока не трогаем. Не трожьте Русь. Руки прочь. Монголы идут тут, конечно. В принципе это в их адрес. Две тысячи осталось. И нужно опять разбираться с едой. Тут безусловно оставляем ноль. Здесь доход как там? 328. Не, оставляем. Киликию тоже. Ее можно было бы снять, но она и приносит еду. То есть тут мы налогообложение не можем отобрать. Вот здесь. Вот западный остров, кстати. Да. Хоп. И минус как раз запасы. Вот эти, которые жрут гарнизоны. Две тысячи Мерсия тоже там жрет нормально. Шесть сотен в Аквитании. В Италии, кстати, три сотни. Вот. И мы уже практически в плюс вышли. Осталось совсем немного. Осталось совсем чуть-чуть. И, блин, все остальные хороший доход приносят. Это минус шесть сотен сейчас нужно делать. Допустим, в Каппадокии снимать налог. Вот таким вот образом. Хорошо. Организовали. И сдаем ход. Вячеслав, это кто у нас? Губернатор. Молодец, губернатор. Кстати, губернатор у нас сейчас развивается на всю катушку. И сдаем ход. А на губернаторов еще денюжка будет. Будет. Назначим. У нас очень много новых территорий. Сейчас завоевание идет полным ходом. Не успеваем уже назначать. Какое-то время успевали, да, назначить губернатора. Сразу после того, как захватили новый регион. Потому что отбивались очень много. Сейчас тоже отбиваться приходится. Практически постоянно отбиваться приходится. Сколько серий. Мы просто отбивались, сражались. Так. Грузинское царство здесь отступает. А здесь еще и выиграло, что ли? Ну, оно не отступило, по крайней мере. Неполным стеком смогло царство разбить. Ну, если они опять бомжами так же ходят, копейщиками и этими прачниками, то вполне возможно. Они берут количеством, не качеством. Иерусалим тот же. Некоторые так-то пишут, да, за Иерусалим, там, давай, их. Ну, я что-то смотрю, вот тут как-то их копейщики меня не вдохновляют. Вообще не вдохновляют. Посмотрим, на самом деле. Уже можно потихоньку начинать вести идеологию о том, проходить дальше этот мод. Либо попробовать нечто похожее даже в Риме-Втором на примете есть. То есть тоже Средневековье, но на базе Второго Рима. В целом это не будет сильно так колоссально отличаться все-таки от силы Рим-Второй. Там больше по цветовой гамме, какие-то механики. Тут более мрачно, там все более так позитивно, ярко, ну, по умолчанию. Можно даже за ту же Русь пройти вот именно в Риме-2. Там вроде бы она тоже есть. Взять так и пройти. Хорошо, хорошо. Так, Иерусалим куда-то уплывает. Неожиданно. Неожиданно уходит. Покидает нас. Ну, Тарс я оставлю тогда одну армию внутри, а другую выставлю уже через лагерь. Рядышком. И мы, получается, из моря в том регионе закрыты. И на суше. Блин, а король уплыл. А король-то трус. Король уплыл. И это просто, получается, сейчас захват данного города усложнит мне ситуацию с той стороны, что я не смогу его оставить так легко. Блин, а вы, козлины, опять с терминаторами тут приходите. Кучу-кучу терминаторов ведут. Надо будет попытаться их затопить. Может лучниками поджечь. По идее, мы-то плаваем быстрее. И у него стрелков практически нет. Ну, давай. Сейчас так и попробуем. Будем топить терминаторов, потому что, опять же, эта битва очень может затянуться. Еще хорошо, что он один стэк подвел. Он не стал везти еще одну армию, которая у него есть на острове. Опять же, из-за объявления войны испанцами мне, я не успел добить вот этих вот баварцев, которых я даже думал подчинить, чтобы как раз таки подготовить Средиземное море к войне с испанцами. Соответственно, я бы за счет того, что просто их здесь подчинил бы, ну, какая-то армия, две вот так вот плавали бы в море и задерживали бы передвижение наших испанцев. Полководец идет с этой стороны. Использует кавалерию. Ставим баррикаду. В целом, город похож на тот самый проклятый город. Посмотрим, связано ли это непосредственно с Руаном. Может быть, это связано именно конкретно с такой вот картой. Штурма города. У меня есть полководец, который, конечно, может тут и не решить ситуацию, к сожалению. Но мы попробуем. Выходи сюда. Выходи сюда. Давай-ка этот отряд пока что оставим в резерве. Вам разрешу стрелять. Причем даже сразу бронебой. Причем абсолютно сразу бронебой. Мечники. Аккуратно. И маловато у нас вообще нет никаких заслонов. То есть, соответственно, кавалерия здесь, если захочет бежать, она пробежит, прорвется и все. Даже тогда лучников поставлю вот сюда. Попробуем полководца убить еще на подходе. Его полководца убьем. По крайней мере, постараемся на подходе. Арбалеты высаживаем. Арбалеты 100% я высаживаю. Полководца этого тоже высаживаем. Он считается сейчас командующим. его терять ни в коем случае нельзя. Метателей также можно высаживать. А вот лучники попробуют себя сейчас проявить и потопить. По скорости, что они? 53? Блин, серьезно? Грузовые эти корабли плавают быстрее, чем вы? Ёптель-моптель. Вообще, не флот, а фу-флот какой-то. Фу-флот полнейший. Так, давай вот сюда. Мейси, что зайдете с тыла, либо отключите хотя бы часть бойцов. Пока мы будем там сражаться. Ну, фу-флотище, конечно, у нас плавает медленно. И бесполезно. Высаживайся. Мы возьмем их число. Так, а баррикаду ты начинаешь ломать? Или подтупливаешься таки в очередной раз? Не, подтупливает. Подтупливает, подтупливает. Полковод сейчас с этого можно убить. Лучники прикрывают. Замечательно. Вы готовьтесь. Причем можно пока что отключить стрельбу по готовности. Так, отступай сюда. Если он сейчас полезет, пусть идет подольше хотя бы сюда. Убивайте. Да, тут он начинает троить. В принципе, сразу, конечно, ну, лучше использовать тройную скорость. Если тут дело в данной карте, то подстраховаться не будет лишним. На всякий случай режим перестрелки, если вдруг... Великолепно. Великолепно. Так, арбалеты, давайте тоже вам тяжелый выстрел сразу. Вперед. Сейчас можно пока что таким вот образом и расстреливать их по тылу. Намекнуть в паре отрядов, что мы здесь. Намека не поняли? Нет, нифига, похоже, не поняли. То есть, я думал, два отряда побегут, то мы будем разбегаться, их расстреливать. Вообще, будет все замечательно. Но пока выглядит это не так весело. Как планировалось. Разрешаю стрелять. Но, но, но. Ребятушки, ну давайте, ну. К вам заходят с тыла. Это нельзя игнорировать. Терминаторы не боятся того, что у полководец погиб. Пофигу на это в принципе. То есть, живой полководец, мертв полководец. А, не горит нам. Он нафиг не нужен. То есть, сейчас это минимум эффекта скажет. Окажет. Немножко подождите. На вас вышли арбалетчики. Это хорошо. В целом, на подходе мы их еще убьем. Только еще 20 секунд подождем. Коваля, я на всякий случай про тебя могу забыть. Как будто чувствует, что у меня сейчас способность перезарядилась. Но он-то знает, конечно. И чуйка тут ни при чем. Горица. Этим же нельзя злоупотреблять. отлично. Полководец мертв. Эти могут сломаться достаточно быстро. Так, давай наемников пока что расстреляй. так, топоры. Все отлично. Тройная скорость. Набиваться будут сейчас в основном вот сюда. Я надеюсь, они продолжат эту тенденцию. Так, мы тут перебиваем. Потихонечку перебиваем. Вот сюда, давай. Молодца. Теперь сюда. бегут наемнички. Так, а ну-ка, арбалетчики. Разделайтесь со своими коллегами на другой стороне. Перебрасываем сюда лучников. полководец считается не этот. Так что ничего страшного, что они там номинально напали. Полководца можно вот сюда пока что завести. Попробовать ударить все-таки, опрокинуть этих бургаманов. они-то тут еще и метают в нас, да? Арбалетчикам больно пытаются сделать. не нашел нашу засаду. А ну-ка, ты можешь накрыть со спины их здесь? Свистящие, шипящие тоже сейчас бесполезные. Время тяжелый выстрел уменьшал дальность. Стрельбы здесь вроде бы ничего так еще. Работаем, работаем, работаем. Вперед! Давайте лучники! Творите чудеса. на всей земле. Арбалетчики, лучники, ну, как-то плотнее огонь. Добавь свист. да просто одну стрелу пусти, ну, че ты вон-то начинаешь? Вот, отлично. Все, отставить. Да, еб твою, я отключил. Ладно. Бегом сюда. стреляем, Да чтоб тебя. Стреляем, стреляем, спинки, спинки чешем. Чешем им спинку. Шансы чуть-почуть растут. Хотя здесь сейчас надо отступать, потому что топоры полетят и будет очень больно. уходим. Свист на тебя пока что действует. Не нападаем. Прибить их там к стене и головы вывесить. Прибить их головы к стене. Так, вперед топоры. Ну, вроде бы более-менее полководец сейчас их коца это, но ему бы нужен страх. То есть ему бы устрашение сейчас кидать. Потому что если я начну сейчас отводить, меня убьют. Если не уведу, вот этот отряд может подойти сейчас, если он все-таки решится подойти, меня тоже убьют. Вот, 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 засомневался, молодец. Давай, чуть свиста добавим. Ну, 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 свист. Свист! Вот, все, есть свист. Хотя можно оставить свист сейчас здесь у этих. Увести их отсюда великолепно. Этих опрокинули. Копейщики, становитесь. Оборонительное построение занимаете. Тут ведем гучников. Полководец уступай. бегут терминаторы. Понемногу сейчас и побегут. И они не железные. Ай, ну-ка, давайте втил вот этих. Они тоже не железные. Отставить. там наш отряд дрогнул. Топоры нужны здесь. Ух ты. Так, бегом сюда. Арбалеты. Арбалеты сюда. И разрешаю сразу вам стрелять. Топорики свои кидают. Так, арбалетчики, а ну-ка, давайте вы с лучниками поменяетесь. Быстренько, быстренько, быстренько. топоры вперед. Топоры сюда. Шансы увеличиваются, шансы растут. давай-давай-давай-давай. Вот, они спиной становятся и сразу аппетитно. Мы их так расстреливаем. Сейчас даже этих лучников выведу. Этих лучников выводим. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Бегом, бегом, лучники. Полководец сюда. Хотя давай вот сюда часть поставим. А что поделаешь? А что поделаешь? Выходим. Сейчас стройную скорость не отключаю на всякий случай. Так, тут в принципе арбалетчики сейчас прикроют. Плюс в лоб можно хотя зачем в лоб стрелы тратить, да? Там их попытались зацепить и отступаем. Сейчас их уводим вот сюда. Арбалеты дальше продолжают работать. Арбалеты продолжают работать. Ну? Нет? Арбалеты не продолжают работать? вывел же вытащил. Как-то странно стреляют арбалеты сейчас. Мешают вам что ли? Затащили в сражение всякие. убейте. Просто этот отряд должны убить. Они слоу-мо бегут. Мега тяжелые боицы. Отступаем. как хорошо сыпятся они там. Пока что топоры здесь держат. Возвращаемся. Все эти убежали. Отставить. Расстреливаем следующих. Если он захочет выйти арбалеты готовы прикрыть. Сейчас если не захочет выйти арбалеты выйдут и расстреляют их в тыл. Что лучники наши не выдержали натиска морального. Все арбалеты выходим. Ему пофигу похоже. На все здесь? Копейщики перебегайте. копейщики конечно героически стояли. И здесь и там чуть вперед. А ну-ка сейчас свистани. Сверстать всех. А свистать и мы выиграли. На самом деле сейчас даже натиска полководца хватит, но я не буду рисковать. Я лучше отдам такой приказ. Я лучше вместо риска скажу добить их всех. Как раз они хорошо в тыл. Сейчас арбалет их всех положат. Да. Эти терминаторы отхватили. Но все равно это крутые ребята. Для штурма обороны для всего. универсальные бойцы. Медлительные правда. Есть один косяк у них. Это медлительные. Слишком медлительные. В остальном великолепные бойцы. И великолепно, что они сейчас проиграли. Не не успеют догнать. Я поздно обратил на них внимание. значит можно завершить победу. Победу праздновать надо. Арбалетчики и лучники сейчас сделали наш день. Увели все, что попадалось под руку. И хочу верить в то, что он сейчас не предпримет сюда повторное нападение. конечно Проблем будет меньше, правда у меня остался только один копейщик, который может обалденски перекрыть город На всякий случай сохраняю, вдруг вылет сейчас будет, чтобы не переигрывать в предыдущую битву Опять же, по планировке город какой-то подозрительный, скажем так, после Руана Его стабильных вылетов в долгих затяжных сражениях, это конечно напрягает Но верят в нас, верят Если бы он подвел флот сразу, атаковал бы двумя стэками, то мы бы проиграли Но фишка в том, что в этих терминаторов даже автобой очень сильно верит Соответственно, искусственный интеллект, когда нападал, он понимал, что у него преимущество просто бешеное Якобы он нагло у нас превосходит и смысла отправлять туда все силы нет Лучше постоять, понанимать там дополнительные какие-то войска и за счет этого сыграть Так, можно вас даже опять высадить туда же Главное баррикаду тут не забыть поставить В этом поселении она очень-очень полезна, эта баррикадка Эта баррикада тут мега полезна Прикрывать тут придется топорами на части фланги Сейчас и полководец будет активнее действовать у меня Он уже начнет сразу крутить, вертеть Того же, кстати, вражеского полководца, может быть, убьет Если он на лучников отвлечется Новые корабли! Смотреть в оба! Там подошли остатки Ну их очень мало, то что подошло Охрана губернатора, ну нафига он здесь Хотя, ну да, это же его ход По идее, он сразу и может нанять нового полководца Соответственно, здесь Он нанял уже пехоту Пусть они бегут А, здесь этот, вообще, аппендицит Что он есть, что его нет А, понятно, ну окей А, понятно Понятно Тогда вообще понятно Легкий корабль Тяжелые Разворачиваемся Дальность увеличиваем И пытаемся убить полководца С фланга тут будут стрелы лететь В принципе Пока есть возможность его расстрелять Постреляем Но лучников он не пошел встречать Даже груз над этого стало Так Командир морской, блин Ух ты И арту начал использовать Ну хорошо В принципе Я даже один отряд мог бы оставить здесь Под обстрелом Специально Намеренно, чтобы Артиллерия никуда не полезла Но его артиллерия молодца Она стреляет хотя бы В отличие от нашей Которая, ну так, по настроению Захотела стреляет Да, морская артиллерия Показалось ей, что Сегодня Звезды Нет Предрасполагают к обстрелу Ну не надо Я сегодня не буду стрелять Так, таран тоже мне уже По барабану Все войска на стенах Ихо 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 Так вот не уверенно Ихо Ждем Обстрел продолжается Ну он так Стреляет вообще Конечно Я бы не радовался Хотя, ну Кто бы говорил Да у меня арта вообще не стреляет В таких ситуациях У него он хотя бы Нет-нет попадает Там иногда Пусть и бьет в основном мимо Но временами попадает Кстати Обалденная ситуация Здесь он высаживает мечников Полководца значит Бегом сюда И данную группировку Я смогу разбить Плюс он сюда Также ведет полководца Соответственно Мечники Топоры их сдерживают Наш полководец Бьет с тыла Они бегут Все Такое я уже проворачивал Такое мы уже Проворачивали Высадка в Труи Так Тройную скорость На всякий случай Здесь продолжаем использовать Цепляем Чтоб он не успел метнуть Топоры И другой мусор Который у него Под рукой Полководца Кстати я не А вот он Он высадился Здесь полководец Ладно Окей Полководец У тебя есть Во всякий случай Если я вдруг Про вас забуду Ну тут мои топоры И в принципе Стрелки опрокинули Даже уже Его морячков Че морячки Пора бежать Арбалеты Только С лучниками Будьте Пожалуйста Нежнее Будьте нежнее Не стреляйте Пока что Он стреляйте По полководцу Вот отличная же цель Прям великолепная Вот это даже Проселение Сейчас включу Все Вот и сюда Вы разворачиваетесь Сейчас их царь Падет Король Или че у них За политическая система В принципе Без разницы Бежит Живой Скорее всего Еще Хоть он нет Но это вот Это он Это их предводитель Но я не вижу Там Короны Да нет Союзники бегут Под обстрелом Но то что полководец Погиб Здесь такого нет Блин Арта Твою же за ногу Придется обходить Придется сейчас Чуть обойти И арбалетчиков Лучниками Простреливать Но у меня стрелков В запасе Еще много То есть это В целом Не вопрос Другая проблема Что у меня тут Артиллерия Расстреливала И часть Вот этих ребят Я отпущу сейчас Все ближе Он пробился к стенам Все нормально Не мельтеши только Ну если что Придется этому Полководцу Подстраховать Чуточку Но ему придется Подстраховывать Именно Копейщиков Здесь если сейчас Топоры сломаются Я их расстреляю Тех кто сломает Лучниками Метатели Бегом сюда Их полководец убит Полководец в опасности Защищайте его Так Не ты же полководец У меня Ребятушки Избавьтесь От этих стрелков Пожалуйста Так он спиной Так 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 И пытаются Спастись бегством На корабле Не осталось снарядов Фая 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 Бегом сюда Арбалеты Передвигайтесь Поближе Лучники Наш полководец Бежал Доблестный воитель Так ладно Уводи его сюда Расстреляем сейчас Со всех сторон Этого суточка Встать бы еще конечно Как следует Ладно разрешаем просто стрелять Как только вылезут Убивайте Ну опасался я конечно Что он пойдет На повторный штурм Но по факту Страшного ничего не было Правда вот Сейчас все таки Предлагаю Чуть Кода гонять И поубивать Время не так много Прошло Так что Почему бы и нет Так давай Дальнего А этим займутся лучники Хотя ты Занялся По совместительству По пути Молодец Че могу сказать И там и тут Успел Завершаем битву И выигрываем Еще одно Сражение За гонок Или Че здесь Генуя Это генуя Да у нас Так Все Хорошо Спокойно Без нервов Баварцы отбиты Но сюда Однозначно Нужно ввести стек Сюда я В целом И вел Армию Десять тысяч Как раз должны были этим заняться Восполняем Снова потери Король не умер Он там похоже Остался на корабле Потому что Среди бегущих Я его не видел В целом Если бы Саксония Сейчас заняла Этот остров Я бы Был бы рад Но они по-моему Помирились Даже там Кто-то с кем-то Мирился Там какие-то Такие вот Движухи Происходили Какие-то Нездоровые Движухи были Так Обаму Эту Обана Амана Здесь Не тронули Барабант Идет Куда-то Вступить В войну Эпир Просит Наступить Но я Ему Откажу Все-таки Сицилийской Мафии Я неплохо Торгую Пока что Легально О, пардон Ох ты Ёшкин Кошкин Че за армия Я бы сейчас мог Арты тут Накрафтить Представляете Исключительно Из артиллерии Если в гарнизон Сейчас заберешь Пару орудий Я тебе спасибо скажу Прям огромнейшее Спасибо бы сказал Противник Естественная смерть О, Визислав Апула Карпатия Естественная смерть Восстание Неминуемо Восстание 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 Ну ничего Мы уже занимаемся Религией Потихоньку Мы уже Работаем По поводу Того чтобы Просветить Этот народец Весь Наш Так Ремонтируем Здесь это все Достаточно дешево Обходится еще Еды нормально Это меня устраивает Швейцарцев Бы надо добить Швейцарцев Бы надо добить Даже сейчас Ну нарушу Границу Но никого Здесь не оставлю И возвращаемся Через Наши территории Через Наши территории Возвращаемся Домой Разведчик Стоит В принципе И пир Готов Занимать Город Сицилии Тут и Сербская Королевца В принципе Так-то Сицилией Я вряд ли Воевать буду Но Искусственный интеллект Конечно любит Усложнять задачу Игроку Но он Не совсем Самоубийца У него Ну не так все Плохо В этом плане Так Еще чуть-чуть И будет Третий уровень Отлично Там Два Или может Максимум Три хода Он все-таки Не совсем Самоубийца Монголы Начнут Сейчас Наши земли Наверное Грабить Чуть-почуть Куда они пойдут Вопрос хороший Там Предполагали Что если что Они пойдут Скорее всего Не на запад Увидев Нашу Армию Мощь Но Нет Они похоже Идут сюда Частично Как минимум Потому что Вон некоторые стыки Двигаются В нашу сторону Тут уже Все захвачено Нами Разведчика Можно отправить Ну посмотреть Что здесь Творится Вообще Что вообще Творится Тут И я не нанял Еще нескольких Попов Этих Священников Так Так Лиссабон Никого Никого В плане Армии Здесь нет То есть Испанию Он Ну действительно Бросил Похоже Можно будет Даже армию Сейчас Перебросить Малаку Мы берем Соответственно Гарнизон Здесь без проблем Сливается Я могу Освободить Валенсию Я в Валенсии По-моему Не мог Освободить Валенсию А здесь Могу А ну Я оккупирую Продолжаю По-прежнему Оккупировать Это Рушим Это Ремонтируем Навыки Нашего героя Диверсия Доспехи Урон Хит Давай Сюда Вот так Может Ты до диверсии Доберешься Настанет Этот день Настанет Этот час Пальма Заходи в город В целом Пальме Можно Даже Попробовать Брать Другие города Прибрежные Там Не сказать Чтобы Гарнизоны Мощные Наши лучники Будут Справляться То есть Исключительно Лучников И арбалетчиков Будет Достаточно Еще Пару Арбалетов И Лучников Может Быть Даже Вот Таким Составом В Кесарию Приплыть И наказать Их И наказать Главное Чтобы Тут сюрпризы Больше Не было Вот Что Главное Грузия Тут Армения В целом Переходят В наступление И нам Просто Остается Продержаться То есть Осаду Уже Здесь Не держат Они Сняли Естественно Ну а Кто бы Держал Тут Осаду Еще Копейщиков Союзных Берем Милитену Я Я Уже Город Отремонтировал По сути Теперь Здесь Мне Ничего Не Угрожает Арту Пока Наемную Не Распускаю То есть В любом Случай Пока Что Арту Не Распускаю Немножечко Можно Даже Сейчас Наметить Наступление Будет Один Стэк Тарса Ставить Прикрывать И Дальше Наступать Ух ты Храбрый Какой Храбрый Прачник Храбрый Однако Прачник У нас Тут Принял Бой Я Думал Сбежишь Ну Пришел Стэк По сути Вот Именно Наших Войнов Да Не Наемников Не Союзников А Наш С Голубин Из Недр Наших Территорий Как У нас Тут Религиозный Вопрос Растет Отлично Растет Сейчас Перейдем Когда Городам Открою В первую Очередь Где Могу Нанимать Каких Небудь Наших Агентов Буду Этим Заниматься Есть Наемники Но Тут Кстати Неплохие Сержанты Бретонии Этот Отряд Ну Мне Все Все Есть У меня Ничего Не Нужно Пока Что Союзник Идет Наверное На Баварцев Сейчас Давай Все Таки На Ускорение И Хотя Бы Вот В Пределах Гарнизона Остановимся Анастас Ты Чуть Подожди Лука Данил Если Было Было Хотя Бы Кого Тут Нанять Но Для Этого Основную Постройку Перестроить Здесь Армия Еще Останется Здесь Армия Пока Что Давайте Погоняет Восстание Я Так Потихонечку Неуверенно Ввел На Юг Но Теперь Поведу Наверх Опять Рука Данил Константин Ярослав Вот Кому Бы Сейчас Арта Как Раз Очень Хорошо Обзошла То Есть Там Этот Стэк Чуть Чуть Не Дотерпел Но Буквально Чуть Чуть Потерпел Бы Все Было Хорошо Берем Наемников Идем В Леон Нон Стоп Наемники Позволяют Сейчас Действовать Нон Стоп Если бы Их не было И если бы Я их не использовал Естественно Нападение Затянулось бы Так Ну Конные Разведчики Дешевые Достаточно Сойдет Правда Вот сюда В любом случае Я уже На этом ходу Точно Не дотянусь То есть Я должен Остаться На этом ходу Здесь И бегать Вот так Вот Нанимаю И тогда Две провинции Я охватываю В любом случае Точно Так Должно Сработать Либо Мысль Остаешься Здесь Ясен Все походили Все походили Замечательно Теперь смотрим По агентам Лазутчик Лазутчик Нет Нам нужен Не лазутчик Хотя в Италии Можно конечно Нанять еще лазутчика Но у меня их комплект Вот жрец В Карпатии Не 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 В Карпатии Мне нужен жрец Вот Франктония Да Я ж помню Где-то В Европе Можно было тоже Нанять жреца Налоговая ставка Это провинция Культурные постройки Ну в любом случае Вы Вы поднимаете Уровень религии На должный Уровень Так что Все будет тут Хорошо Православие растет В Европе Все замечательно То есть в целом Вон там Где-то больше Где-то меньше Хотя тут и другие Религии еще растут Католицизм Донором Является Для остальных Фракций Но мы Это храмами Переплюнем Все это Еды по-прежнему Хватает Но все равно Я где есть Возможность Строю А тут Вот тут Я могу Нанимать Конечно Перешел В нападение В Тулузе Надо было Конечно Понанимать На самом деле Парочку Давай конюшни Возводим Возводим Все-таки Конюшни Здесь надо Возвести А то я так Это дело Буду откладывать Долго Еще Две с половиной На еду Санитарии Тут более чем Достаточно Каледония Да Нормально Толедо Пока Остаешься Так Хотя Санитарии Не хватит Подожди Хоть один Своешь Давай Кастилья Тут Не хватит Точно Уже Тут Минус Два Добавится Прованс Рутения У меня Три тысячи На одну Постройку Там На две Еще Где-то Хватит И все Западные Острова Сносим Ремонтируем В Риме Сносим Рим Так В принципе Выглядит Скромненько Зарги Да Вам Тут Я сносить Решил На самом деле Зарги Дави Уже Нам Не Нужны Хотя Если Монголы Нападут Конечно Это Будет Очень Больно На самом деле Тогда бы нам Казармы Там Пригодились Но я Все-таки Надеюсь Что Они Не Такие Глупцы 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 Давай Давай Расширим А пусть Ремесленные Пока Есть Денюжка Есть Возможность Почему бы и нет Че по дипломатии Вы у меня со всеми воюете Да Вы молодцы Вот Вы Очень Хороший Вассал Я не то А ну Вы воюете Тоже Со всеми Селезия Тоже Воюет Со всеми Царством Против Венецианской Только Не воюют Но Венецианская Республика Ничего страшного Вы Со всеми Воюете Литовское Княжество Со всеми Воюете Дания Отношения Ухудшаются В принципе Они готовы Практически Уже Вступить В войну С теми же Половцами Хотя А вот С остальными Нет Но Дания Выделывается Конечно Кто Кто А Дания Выделывается С вами Кстати У нас Как-то Отношения Портятся С Польшей Мол Осуждают Договоры С литовцами Селезией Ну мы Вас возродили Чего Вы Пендриваетесь Вы Чего Вы Делываетесь О Статус Марионетки Высокий Шанс Шикарно То есть Они хотят Стать Нашей Марионеткой Вот этот Момент Неожиданный Но Приятный Даже Слишком Много Денег Не буду С вас Требовать Становится Нашей Марионеткой И Улучшаются Тут же Отношения Просто Вот Моментально Улучшаются Потому что Куча Войн И Все тут Прочее Свелось В минусе Ну кроме Великой Империи С Никейской Тоже Придется Воевать Скорее Всего С Султанатом Как-то Очень Медленно Растут Отношения Они Еще и С половцами Тут Дружить Успевают Вот Хотя С половцами Они Вступают Войну Отлично Ну Понятно Ладно Вы уже Больше Ничего Не сделаете Торговать Не захотят При таком Уровне Пока что Торговля Недоступна Хотя Хотя Вот Заключи Вот Здесь Торговый Договор И Здание Из Той Ж И Уже Прям Куда Веселее Все Эпир Я буду Ржать Если Ты тоже Хочешь Стать Нет Марионеткой Он не Хочет Быть Я Тебе Согласился На Его Условия Ну Что Давайте Конец Хода Под Губернаторов У меня Опять Денег Не Осталось Строительство Давай Еще Один Губернатор И Сдаем Доход Сейчас Небольшой Есть Есть Конечно Что Распустить Чтобы Его Увеличить Плюс У меня По сути Две Армии Которые Не задействованы В походах Сейчас Одна В Англии Другая Как раз На территории Голландии Дании Распиты Войска Грузинского Царства Оказались Плюс Новые Земли Которые Сейчас Захвачу Они Не Увеличат По сути Нашего Дохода Сильно Первое Время Придется Перестраивать Они За счет Сноса Помогут Нам Подняться Неплохо То есть То что Там Будет Потихонечку Сносим Денюжки Которые У нас Появляются Вливаем Вот и сербы Объявляют Войну То есть Нашему Вассалу Объявляют Войну Зато Султанатам Сейчас Отношения Улучшатся Сто процентов И Войска Из Англии Уже Нужно Сюда Перебрасывать И Тут Нюанс Такой Интересный Сейчас Сербы Салону Начинают Осаждать И Даже Штурмовать Хотят Венецию Они Штурмуют Я думал Они там Ударили В общем Война С сербами А тут Болгары Сербы Не напали Они Передали Болгарскому Царству Ход Они Являются С их союзником В общем Болгары Опять На нас Нападают Но Шансы Тут Есть Выиграть И Еще Одна Война Сербы В общем Хотят Посоревноваться Ну Хотят Пожалуйста Не я Это Начал Прошу Заметить Всем Добра Пока